Давайте поговорим о другой теме. Российская пропаганда последние, да не неделю, ты знаешь, наверное, месяц, решила сыграть со своим безумным зрителем в такую игру. Называется она «А где же Буданов, а где же Залужный?». В той или иной интерпретации абсолютно все пропагандисты, от «Комсомольской правды» до «Соловьева», «Симонян», «Скобеева» задавались одним и тем же вопросом. После, кстати, этого флешмоба даже Путин подхватил эстафету «А где же Залужный?». По версии Путина он находится где-то за границей. Другие говорят, что они вообще погибли от ударов российских ракет. Глава украинской разведки и главнокомандующий вооруженными силами Украины. Ну вот Валерий Федорович записал видео, в котором принимал участие в планировании одной из спецопераций на юге или на востоке Украины. Нам неизвестно в ответ как раз на эти подозрения пропагандистов. Это видео... Да, очень много всего засекречено, заблюрено, поскольку речь идет все-таки о подготовке и продвижении контрнаступления, наступательных действий украинской армии. Тем не менее, на видео попали часы с датой визита Залужного 17.06.2023. Это уже через несколько дней, а может быть даже недель после того, как российская пропаганда начала разгонять дезинформацию относительно того, что Залужный ранен, погиб и так далее. В любом случае, Залужный отметил в этом видео, что противник, чтобы не допустить продвижения украинских подразделений, развернул систему фортификационных укреплений с плотным минированием местности и большим количеством резервов. Однако, по словам Залужного, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается согласно плану, написал Залужный. Давайте обсудим, для чего россияне затеяли этот план с поиском нашего главного разведчика и главнокомандующего Валерия Залужного. Михаил Михайлович Подоляк подключается в наш эфир, советник главы сапрезидента. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, приветствуем. Да, добрый вечер. Ну, слушайте, мы можем официально теперь констатировать, что Путин уж, простите, балабол, потому что он сам лично подключился к этому флешмобу, а где же Залужный и попытался с военкорами в эту игру поиграть. Зачем они вообще это устроили? Ведь очевидно было, что разоблачение совсем близко. А зачем нам с вами вообще доигрывать игру русских? Вот они, смотрите, они выбрасывают какие-то, условно говоря, якобы сообщения о танках, которые они якобы уничтожили, о провале контрнаступления, о гибели тех или иных военно-начальников на том или ином направлении и так далее. Для чего? Для того, чтобы все остальные начали цитировать эти сообщения. Ну, имеется в виду остальные, это мы, прежде всего, это наши западные партнеры, начали цитировать эти сообщения, начали в них какие-то находить дополнительные, вернее, давать какие-то дополнительные комментарии. И, грубо говоря, информационное поле заполнять именно вот этим обсуждением, а жив ли Залужный. Это очевидные вещи для нас с вами, конечно же, жив и Буданов, и Залужный, изначально и так далее. Россия делает три вещи сейчас. Смотрите, первое. Россия показывает, что она действительно может решать какие-то задачи. То есть, грубо говоря, российские спецслужбы могут решать какие-то важные задачи и таким образом создавать дополнительное спокойствие для аудитории Российской Федерации, которая сейчас в ожидании последствий войны как таковой на внутренней территории. Опять же, исходя из того, что происходят там беспилотники, Белгород и так далее и тому подобное. Вторая составляющая. Россия хочет доминировать в информационном пространстве, используя для этого любые способы, любые возможности. Если раньше это была такая примитивная масштабная пропаганда, вы помните, да, 24 февраля 2022 года, они уничтожили полностью наши военно-морские силы, полностью военно-воздушные силы, и наша система ПВО, и нашу бронетехнику, и все остальное они тогда уничтожили масштабно и продолжали это делать еще там три месяца после этого, все это полноценно каждый день уничтожая. Сейчас они пытаются вернуться в эту игру, опять же пытаясь распространять там те или иные информационные сообщения, чтобы запомнить каждые, любые каналы, и стать, еще раз подчеркиваю, доминирующим информационным звеном, прежде всего, в европейских странах. И мы переходим в третью составляющую. Вот все эти панические слухи должны вызвать реакцию, ну, наверное, процессы очень уже беспредельные, очень тяжелые на фоне обстрела ракетами и так далее. Россия уничтожает там все руководство, бьет по центрам принятия решения, как они любят, так давайте все-таки там принуждать Украину каким-то другим решением, не воевать, не воевать в том числе на тех или иных направлениях, потому что типа, видите, мы убираем у них людей, которые занимаются планированием. И, наконец, четвертая составляющая, абсолютно очевидная, российская политическая элита и, естественно, российская информационная околоэлита испытывают сейчас чрезвычайные панические настроения. Об этом уже неоднократно говорил. Они находятся в состоянии аффекта, еще раз, потому что ожидают последствий, негативных последствий, и понимают подсознательно, что того сценария, когда, ну, традиционного для России, когда они зашли на какую-то территорию, что-то там сделали, совершили какой-то объем преступлений, покошмарили местное население, и после этого, не то, что не понесли наказание, а после этого еще больше их стали бояться информационного пространства, имеется в виду с точки зрения последствий той войны, которую они там затеяли где-то в Грузии, в Сирии или в той же Украине в 2014 году, и так далее, то, соответственно, они сейчас понимают, что этот сценарий невозможен, война будет идти до того или иного финала, того или иного, потому что они не знают, какой финал их ожидают, и, естественно, при любом финале какая-то ответственность, либо в полном объеме, либо физическая ответственность у них будет, и вот пытаясь замаскировать вот эти свои панические переживания, они придумывают вот те истории, о которых вы говорите, но тут есть и позитивная сторона, я сразу скажу, то есть нас с вами мало должно интересовать, что Россия сегодня запускает или не запускает, нас с вами должно интересовать только то, чтобы наши партнеры все-таки не играли в игру российскую в том или ином направлении, в информационную игру, но есть и позитивная вещь, позитивная вещь, и вы только что косвенно о ней сказали, это то, что в любом случае вот такие фейковые сообщения вчерашние, они быстренько приходят к разоблачению, естественному разоблачению, потому что, понятно, и заложенные Буданов абсолютно живы и здоровы, и так далее, и тому подобное, и таким образом дискредитируются любые источники информации окончательно, я, честно говоря, не совсем понимаю, есть ли вообще в России еще кто-то, вернее, относится ли к каким-то источникам информации из России серьезно, потому что мне кажется, что более фейковой страны на сегодняшний день не существует с информационной точки зрения, но тем не менее, на сегодняшний день с точки зрения человека, который точно не владеет никакой информацией, зафиксировал сам себя и субъект Путин, то есть он тоже сказал, что оперируют информацией непроверенной, информации, которой на самом деле не существует, и, в принципе, верит в эту информацию. И таким образом мы переходим к самой важной составляющей всего, что мы с вами видим. В чем проблема России? Одна из проблем России, у нее много проблем, несомненно, все они в том или ином виде имеют психиатрическую природу и так далее. Так вот, одна из ключевых проблем — это влюбленность в собственную пропаганду, в том числе у Путина. То есть почему с этим человеком действительно не о чем говорить, в принципе, потому что все, что он будет говорить, опирается на непроверенную информацию. Он это будет говорить вот таким уверенным тоном, как всегда Путин говорит, но на самом деле, вот сказав, что уничтожен, условно говоря, Кирилл Алексеевич, на самом деле Путин подтвердил, что он обладает исключительно фейковой информацией, которая является основой его и мировоззрения, и формирования стратегических решений, которые он отправляет во внешнюю среду. Ну и уж точно оперативно-тактические решения у него базируются на непроверенной информации. Так что позитив вот в этой истории, на мой взгляд, очевиден. Путин самодискредитирован, в том числе для внутреннего российского рынка, как человек, абсолютно не владеющий качественной информацией. Михаил Михайлович, ну то, что российские власти или российская пропаганда врёт, это вообще ни для кого не сюрприз, уверен. Но с другой стороны, мы наблюдаем некое изменение тенденции. Если раньше российская пропаганда в основном основывалась на том, что, допустим, давала 60% вранья, которые базировались на 40-30% правды, то теперь это 100% враньё. О чём это свидетельствует? Это ещё раз интересная оговорка у вас, конечно. Правда и Россия — это два абсолютно разных понятия. Россия, в принципе, вся концепция русского мира или концепция российской государственности, как таковой, построена на фундаментальном обмане. Они его всегда используют как инструмент влияния на те или иные следы. Почему? Потому что Россия по своему внутреннему состоянию неконкурентна. Она не может предложить позитивные конкурентные технологии, которые ей позволили бы доминировать на том или ином направлении. И, соответственно, Россия в своей пропаганде опирается на три составляющих. Первое — это обязательная максимальная ложь. Второе — это масштабирование этой лжи. И третье — это агрессивное продвижение лжи. В принципе, это позволяло России до момента начала полномасштабного вторжения действительно доминировать в глобальном информационном пространстве. Смотрите, до сих пор, даже после 16 месяцев войны, в мире существует классическая российская риторика. Типа, смотрите, это же большая страна, это ядерная страна. С ней нужно о чем-то говорить. Она имеет право вести себя так, как идет, потому что она хочет защитить свои интересы. То есть Россия выстроила определенную природу сообщений, и эти сообщения до сих пор еще аукаются глобальным информационным пространством. Теперь и, соответственно, конечно же, это не позволяет ускорить принятие тех или иных решений другими странами, касающимися, опять же, мы все время возвращаемся к главному, касающимися правильной оценки России нынешней, правильной оценки хода войны, правильной оценки финала войны и правильной оценки послевоенного будущего России, в котором она в таком виде должна действительно перестать существовать. Имеется в виду как концепция. И так далее. И теперь переходим в Россию. Россия же на самом деле, она не играет тонко, и никогда не играла тонко. Если вы начнете анализировать их сообщения, то они всегда были, вы правильно говорите, построены на изначально ложном посыле. Бойтесь нас. Ну, там он в разных интерпретациях был и так далее. Но сейчас Россия, возвращаясь к тому, что чуть выше говорил, находится в сложном, аффективном состоянии. У них нет любого сценария, который позволит им выйти из этой игры с теми, скажем так, реализованными целями, которые были изначально заявлены. Да, сейчас я вижу абсолютно точное изменение всего, что делает Россия. Все их мотивы, все их сообщения информационные, вся информационная работа в целом, все их публичные заявления на всех уровнях сейчас ведут к одному. Типа давайте замораживать конфликт, потому что ни одна сторона не может выиграть в этой войне. Украина тоже несет большие потери, в Украине гибнут военачальники и так далее. Поэтому давайте все-таки выходить на какие-то переговоры и сюда выбрасываются разные фейковые штучки. Но сценария А, Б, В, Д, которые позволят России в той или иной кризисной ситуации принимать какие-то решения, не существуют антикризисные решения. Поэтому они сейчас пытаются сами себя убедить в том, что процесс под контролем. И поэтому говорят абсолютно истерическую реакцию. Ну, то есть, грубо говоря, фейковую информацию, потому что она им кажется наиболее эффектной, правдоподобной для внутреннего успокоения. Ну и, наконец, вторая составляющая. Очень важно. Ну, то есть, грубо говоря, что-то они говорят для самоуспокоения, а вторая составляющая – это вообще ложиться четко в матрицу современного русского мира как такового. Они очень любят устраивать гонки, ну, скажем так, мышиную возню, чтобы кто первый и более объемно соврет. То есть, у них такое состязание по вранью всегда было. Ну, то есть, вот каждый хочет проявить свою лояльность к авторитарному типу государства, наиболее жестко соврав по тому или иному правлению, считая, что это понравится этому государству. Вот поэтому у них все время шло соревнование, кто более оскорбительно будет говорить об Украине, кто более оскорбительно будет говорить о НАТО, кто более оскорбительно будет говорить о Соединенных Штатах. Я имею в виду на уровне пропагандистов и даже на уровне ВИП-пропагандистов, которыми я, в принципе, считаю, все должностные лица, у них на самом деле нету компетенции управленческого клана, у них компетенция именно выходить и кого-то оскорблять. Так вот, у них всегда идет соревнование по оскорблению кого-то. И они всегда гипертрофированно подходят к тому, что сообщают. И вот в этом состязании они не могут остановиться. То есть каждое следующее слово будет еще большей ложью по отношению к какому-то объекту или субъекту, который они в данный момент оскорбляют. Вот так выглядит сегодня Российская Федерация. Михаил Михайлович, мне кажется, очень важным действием, которым мы занимаемся в эфирах, это как раз разоблачение этой пропаганды, которая за неимением ответа другой стороны может у каких-то колеблющихся зрителей вызывать вопросы. Вот давайте обсудим, как по мне, тоже очень важный вброс от Путина. Это вот этот документ, который он крутил перед африканскими своими партнерами, называя это некими соглашениями с Украиной, после которых он сказал, нас опять поводили за нос, вот мы что-то там с Украины подписали, мы отошли из различных областей Черниговская, Сумская и Киева, хотя на самом-то деле в ходе года полномасштабного вторжения мы видели, что такое жесты доброй воли, на самом-то деле просто наши вооруженные силы их выгнали из этих регионов. Но тем не менее, начал крутить этим документом, якобы документом, после чего журналисты-расследователи увидели, во-первых, несостыковку в датах, то есть там была завизирована дата до того, точнее после того, как российские войска были выгнаны с этих территорий. Но и помимо этого, объясняю, что он вообще хочет доказать, и как на самом деле обстояли дела в этих переговорах, вот чтобы зрители точно понимали, почему это является ложью? Смотрите, очень-очень, ну сейчас про мотивы Путина будем говорить, но смотрите, еще раз, вот внимательно только послушайте, а у нас уже это иногда происходит. То есть смотрите, нужно критически подходить к тому, что мы обсуждаем. Но смотрите, кто является объектом, вернее субъектом, который предоставил некую бумагу? Путин. Что в этой бумаге было? Это был договор, там были украинские подписи, там была какая-то вообще договорная база. Или что это было? Это отпечатанный или рукописный вариант, который, еще раз подчеркиваю, субъект Путин показал в эфире через 16 месяцев войны. Или, скажем так, через 15 с половиной месяцев после, собственно, проведения переговоров в Белоруссии или в Стамбуле и так далее. Поэтому давайте здесь очень четко, внятно заявим. Пожалуйста, ну не играйте вы в такие примитивные игры, которые предлагает российская федерация. Вот она именно на это делает ставку. Потому что официально никаких договоров нету, не было подписано. Второе. Это не документ, это распечатка у Путина, самостоятельно выполненная. Третья составляющая. Человек, который имеет косвенное отношение к ЛГУ, институту, университету ленинградскому, говорит юридическими терминами, не понимая их содержания, парафирование любого документа, это конкретная функция, которая выполняется перед тем, как договор уже полностью составлен, и он визируется министрами иностранных дел, перед тем, как будут подписаны высшими должностными лицами стран. В данном случае не то, что о парафировании речь идет, вообще о договоре как таковом на переговорных процессах речь не шла. Вы понимаете? То есть человек юридически даже не понимает, что он говорит. И, наконец, четвертая составляющая о мотивах Путина, скажем, ну то есть я ж только что чуть выше сказал, для России сейчас главная цель – это максимально выйти в замораживание, как они говорят, конфликта. То есть, грубо говоря, резко снизить интенсивность огня, опять запустить вот этот дикий, абсолютно ужасный минский процесс, ну то есть переговорный процесс, давайте его называть так, и так далее. То есть при этом войска частично остаются на оккупированном территории, на оккупированном территории, военные действия, интенсивность падает, и мы уходим с вами, по сути, в переходный этап этой войны. То есть, грубо говоря, этап замораживания, когда Россия проводит работу над ошибками, дособирает свою армию, вносит коррективы, дозакупает технику, модернизирует, собственно, военное производство и переводит экономику на военные рельсы. Вот что делает Путин. Ему нужно, чтобы, в принципе, мы с вами начинали обсуждать отсутствующие инициативы. Это отсутствующая вообще история, ее, в принципе, физически не было. И главное, у нас, еще раз подчеркиваю, у нас уже есть субъекты, вот только внимательно слушайте, смотрите, они уже задают вопрос. Что вы подписали в Стамбуле? Официально говорим, Украина ничего не подписывала, никаких договоров нет, парафирование как процедура вообще невозможно, потому что, собственно, не было договора и так далее и тому подобное. Нет, люди, которые эту тему продолжают, они говорят, смотри, а что вы подписали в Стамбуле? Ты задаешь вопрос, а кто источник этой информации? Путин. Ничего не смущает в этом? Нет, ничего не смущает. Он заявил, мы ему верим. Смотрите, на внутреннем украинском рынке есть люди, которые искренне говорят, нет, смотрите, мы Путину верим, мы Путину верим. Он показал бумагу без всяких подписей, как вы говорите правильно, с какими-то дикими датами, совершенно не относящиеся к договорным базам, как таковым. И мы ему верим. Вы подписали что-то в Стамбуле. И мы с вами играем в игру. То, что я говорю, мы играем в игру, которая очень нравится примитивной российской пропаганде. Вот они дают вам какой-то документ, устами Путина он озвучит. Документ, я сейчас с иронией говорю. И мы с вами начинаем, что было, не было и так далее. Мы официально говорили неоднократно. Россия на первом туре переговорного процесса заявила капитулянские цели для Украины, которые были в полном объеме отвергнуты Украиной. Все. Точка. Никаких договоров, никаких парафирований, даже близко нигде, ни на каком этапе не было. Вот и все, что мы сегодня имеем. Дальше. У нас идет пауза. Кстати, закончу здесь очень важную мысль. Россия покинула Киевскую область не потому, что она даже жест доброй воли делала, а потому, что она находилась в шаге от краха. Из-за действий нашей территориальной обороны, наших вооруженных сил, ну и, соответственно, всех людей, которые принимали участие в уничтожении российской армии, находящейся на территории Киевской области, Черниговской области и Сумской области. Поэтому давайте не переносить то, что было достигнуто неимоверными усилиями Украины, имеется в виду украинского общества, украинской армии, украинского государства, переносить, что это там Россия, что-то как-то, потому что Россия всегда так делает. Я еще раз подчеркиваю. Россия всегда искривляет сначала немножко, потом больше, больше, больше тот или иной исторический факт. Так вот, исторический факт. Россия убежала с Киевской области, потому что достаточно четко она там уничтожалась. Вот и все. Никаких других мотивов у нее не было. Точно так же, как вы абсолютно правы, она убежала и с Харьковской области, с острова Змеиный, и с Херсона и тому подобное. И будет это делать дальше. Поэтому давайте ценить усилия Украины по освобождению своих территорий. Вторая составляющая. Еще раз вернусь теперь в мысль следующую. Проходит 15,5 месяцев. У нас появляются какие-то дивные миротворческие, она называет капитулянские инициативы от стран, типа африканского континента, Бразилии, Индонезии и так далее. Все эти предложения выглядят, Китай в том числе, выглядят очень своеобразно. Все эти предложения говорят главные. Они говорят о том, что давайте вы немедленно остановитесь, вы не будете воевать с Россией, вы позволите России, мягко говоря, остаться на оккупированных территориях и начнете какой-то диалог с ним, потому что мир нужен только через переговоры. Все под копирку написанные предложения, которые по сути звучат так, Украина, вам надо капитулировать обязательно. Россия не может вас дожать военным путем, поэтому вы должны будете капитулировать. Вот мы вам сказали, вы должны капитулировать, это же очень круто. В этот момент периодически российские ВИПы, Лавров какой-то, какой-то Песков, какой-то Патрушев, какие-то Володины и так далее, множество фамилий, выходят и на полном серьезе говорят, смотрите, а мы открыты к диалогу, мы открыты к переговору, мы открыты к достижению, внимательно, цели СВО. А у цели СВО только одна важная цель – уничтожение Украины как государства. Так что, внимательно, мы-то готовы к достижению целей СВО не военным путем, а за столом переговоров, но Украина не соглашается почему-то лишиться своей государственности, своего суверенитета и отказаться от территорий на этом этапе дополнительно, еще от части территорий, на следующих этапах вообще от всех территорий. Вот Украина не хочет, а мы готовы. И тут выходит Путин, нет, сначала Лукашенко, это следующий этап, Лукашенко, ну вообще, конечно, инсайдер еще тот от Бога, после этого выходит Путин и говорит, смотрите, вот у меня бумага, там ничего нету, никаких подписей, она абсолютно не соответствует ничему, мы там что-то сами набросали, вот мы уже готовы были парафировать договор, Украина отказалась. При этом Украина говорит, никаких договоров ни парафировать, ни подписывать с Россией невозможно было, особенно 13 апреля, это дата, которая стоит на этой бумаге, потому что люди же, ну они же не находятся в реальном мире, и поэтому им все равно там 13 апреля, 29 марта и так далее, и тому подобное, собственно, когда переговоры были в Стамбуле. Вот так эта ситуация выглядит. И у меня бы, конечно, была просьба к нашему информационному пространству, во-первых, с иронией, как мы раньше относились, относиться к любым инициативам информационным Российской Федерации. Второе, критически подходить к тому той информации, которую озвучивает уже сам непосредственно Путин, да. Дальше, третье, если кому-то хочется играть в теорию заговора, можно в нее, конечно же, играть, но только не нужно выглядеть несколько странно, когда ты ссылаешься на отсутствующий договор, как на факт этого договора. Вот и все. Поэтому, подытожим, это один из элементов России, информационной игры, информационной стратегии России, направленной на решение трех задач. Первое, обязательно заморозить конфликт и перевести все в переговорный процесс, в течение которого провести работу над ошибками, обгрейдить армию и следующим этапом более масштабно все-таки уничтожить Украину. Второе, это способ внести, взять под контроль информационные потоки, как таковые стать инициатором определенных информационных потоков и таким образом внести внутреннюю дискуссию в Украине вот этот конфликтный элемент, то есть подписали, не подписали, мы же вам сообщили, договор был, Россия, очень достоверные источники и так далее. И, наконец, третья задача, это психологическое воздействие на разные информационные среды в разных странах. Мне кажется, мы с вами это уже неоднократно обсуждали и нужно, еще раз подчеркиваю, прежде всего верить в собственную страну, а второе, с иронией относиться к тому, что делает в информационном поле сегодня Россия. Михаил Михайлович, как сказал бы наш Саша и коллега, Владимир Тимошенко, все разложили по полочкам, за что вам большое спасибо. Можем к другой теме переходить, если вы поддержите. Эта тема касается заявления официальных французских представителей о том, что они поддерживают членство Украины в Североатлантическом альянсе. Скажите, пожалуйста, насколько эта поддержка теперь, если не ошибаюсь, 21 государства уже приблизила нас к членству в НАТО? Единственная вещь, к сожалению, я так говорю, которая приблизит нас не к членству даже в НАТО, а к модернизированной системе глобальной безопасности, это выигрыш в этой войне. Потому что выигрыш Украины в этой войне полностью поменяет архитектуру глобальной безопасности, сделает военный альянс, допустим, НАТО 2.0, модернизирует его и несет в него другие принципы формирования, с учетом новых рисков как таковых. Неотъемлемой частью этого альянса будет, несомненно, Украина как страна единственная в 21 веке, имеющая объемный опыт участия в интенсивной войне классического типа и так далее. И кроме того, Украина будет единственной страной, которая эффективно синхронизирует и использует все на сегодняшний день натовское оружие, доказав его существенное превосходство над любым советским стандартом. Потому что я тут еще подчеркну стратегическую задачу президента, который ставит сегодня ее непосредственно. Мы не просто хотим иметь оружие западного образца, мы хотим иметь локализацию производства этого оружия на территории Украины. Ну то есть, грубо говоря, чтобы мы здесь производили часть инструментов современного типа, которые позволяют вести современные войны в большом объеме. То есть, грубо говоря, чтобы здесь были ремонтные базы, чтобы здесь было производство тех же снарядов, калибров натовских, уже не советских стандартов, там 152-122, чтобы здесь было производство бронетехники и так далее и тому подобное. Первые уже производства создаются и так далее. С участием Украины и непосредственно у нас. Ну, об этом больше говорит Министерство обороны, и больше говорит Украоборонпром. Как таково это большая серьезная стратегическая задача, которая точно позволит интегрировать и военное производство Украины в систему новой глобальной безопасности. Дальше. Безусловно, что Украина докажет важность, умение защищать те ценности, в рамках которых демократический мир живет. И, соответственно, после войны, после выигрыша в войне, несомненно, страна как символ того, что нужно защищать эффективно свободы, ну то есть, грубо говоря, конкуренцию, демократию, свободу как концепцию, то ты, несомненно, являешься символом и военного обновленного альянса. Тут главное, еще раз подчеркиваю, главное выигрыш в войне, главная работа ЗСУ, это ключевой агитатор блока НАТО в необходимости принять Украину. То есть, переходим теперь к тому, что говорят представители стран-участников НАТО, включая генерального секретаря организации. Они нам прямо говорят, и при этом они это абсолютно внятно артикулируют раз за разом, что во время войны, несомненно, Украина может рассчитывать на всю полновесную поддержку, в полном объеме поддержку стран НАТО и коллективную поддержку НАТО. Более того, господин Столтенберг сделал, на мой взгляд, блестящее заявление о том, что эта война не может закончиться каким-то компромиссом, потому что это будет означать только остановку, паузу, передышку войны. И поэтому Украина должна действительно идти и выигрывать эту войну, и мы должны это помочь. И вторая часть. Во время войны мы вас не принимаем, члены, но мы не сомневаемся в том, что вы станете неотъемлемой частью НАТО, обновленного, еще раз подчеркиваю, сразу после войны по ускоренной процедуре и так далее. Вот что я сегодня вижу, и я не сомневаюсь в том, что только победа Украины, а это неотъемлемая составляющая будущего правильного устройства глобальной системы безопасности, позволит переформатировать многие вещи, международные институты в том числе, повысить существенно, скажем так, боевые способности единственного крупного альянса военного, который будет защищать страны демократии в течение длительного последующего послевоенного времени. Михаил Михайлович, еще позвольте уточню, вы недавно в интервью заявили, что переходной моделью может быть как раз финская или же израильская. Если говорим про Израиль, то там больше гарантии безопасности у Соединенных Штатов Америки. Но нету речи о пятой статье, то есть если вдруг идет нападение, то должны быть задействованы в защите как раз страны-участники НАТО. А вот как раз в модели Финляндии речь идет о том, что ни одно моногосударство является гарантером безопасности, а весь блок, и в нем присутствует тоже пятая статья. Ну, что в принципе в теории звучит очень хорошо, что первый, что второй вариант. Скажите, насколько реально, чтобы эти варианты нам озвучили в Вильнюсе во время саммита? Вот что не конкретно идем мы сейчас по плану ПДЧ, а ведь действительно нам гарантии уже нужны какие-либо, а идем по одной из этих моделей. В теории всегда все звучит хорошо. В теории, к сожалению, это неотъемлемая часть современного мира. В теории все все всегда знают и готовы это в теории красиво презентовать. На практике мы видим с вами полноценную войну. На практике мы видим с вами, что полноценную войну без союзников, особенно с такими империями, ну, скажем, неоимпериями, которые выглядит Российская Федерация, выигрывать тяжело. На практике мы с вами видим, что действительно военные альянсы нужны. Но тут мы переходим к главному. Но главное, чтобы военные альянсы не в теории, а на практике действительно понимали все современные риски. И поэтому, переходя к ответу на ваш вопрос, хочу сказать следующее. Первое. Несомненно, Украина в переходный период получит определенные гарантии безопасности. Несомненно, это второе. Уже сейчас взаимоотношения между Украиной и НАТО выглядят совершенно иначе. Мы переходим из концепции комиссия Украина-НАТО в концепцию Совета Украина-НАТО. Это расширенные возможности, более объемное участие в обсуждении в рамках доктринальных программных документов стран НАТО как таковы. Понятно, что это будет постепенно нарастать. И понятно, что мы в переходный период должны получить и гарантии безопасности с точки зрения приоритизации оружия и немедленного получения любого объема оружия. Я, правда, не совсем понимаю после проигрыша Украины, какая страна еще попытается со страной победителем в войне с Украиной на ее территорию зайти. Было бы просто интересно увидеть эту страну. Я понимаю, понты у людей сейчас еще где-то в каких-то странах есть, что мы там тоже большие герои и так далее. Но после проигрыша России, мне кажется, что в Украине очень долгое время никто даже не будет смотреть в сторону с агрессивными намерениями. Но тем не менее, еще раз, повысится статус взаимоотношений уже сегодня. Это совет Украины-НАТО. С одной стороны, с другой стороны, любая модель, финская или израильская, ну, скорее, израильская, это главное в этой модели, приоритизация поставок оружия Украине. С учетом опыта участия в боевых действиях, это главное для нас. И, соответственно, вот на этот переходный период мы точно будем уверены, что мы закончим переформатирование своей армии, закончим перевооружение своей армии. И, соответственно, мы переходим с вами сразу в третью составляющую, в очень быстрый этап вступления в НАТО. Почему? Почему я говорю очень быстрый? Потому что, смотрите, еще вчера, когда говорили о том, что Украина не может быть в НАТО, например, ну, то есть говорили как, двери открыты, но на самом деле эти двери были как бы так, выглядели странно, они вроде открыты, но на самом деле ты не мог пройти сквозь них. Ну, то есть они на самом деле были закрыты. И так далее. Знаете почему? Потому что до момента начала войны все очень просто. До момента начала войны об этом просто публично не говорилось, но считалось по умолчанию, что действительно Россия настолько крутая страна, я сейчас, опять же, с дикой иронией так говорю, потому что это подказывает, насколько несостоятельны были аналитические оценки России, ее мощи и так далее и тому подобное. Россия настолько крутая страна, что она имеет право монопольно контролировать бывшее советское пространство, включая территорию стран бывшего советского пространства, даже таких стран, как Украина, я не говорю уже там понятно про Беларусь, но Украина, Молдова, Грузия, вся Средняя Азия и так далее и тому подобное. В этом была проблема. Более того, Россия достаточно агрессивно вела себя в отношении таких стран, как Литва, Латвия, Эстония, оскорбляя их периодически, угрожая им периодически и так далее. Но тем не менее, по умолчанию было принято решение нашими партнерами, которые сегодня занимают совершенно другую позицию, о том, что Россия имеет право это делать. И, конечно, это вызывало определенные для нас сложности. И даже сегодня, во время войны, и, соответственно, это закрывало нам дорогу в НАТО, полноценную дорогу в НАТО, неважно, ПДЧ, не ПДЧ, но дорогу закрывало и так далее. Потому что проблема была не в юридических особенностях движения в НАТО Украины, а в, скажем так, волевых особенностях этого движения. То есть многие партнеры сегодняшние в рамках антироссийской коалиции в этой войне тогда не были готовы принять и поддержать Украину, учитывая риски, которые они видели, напрасно, кстати, от Российской Федерации. Сегодня ситуация не до конца еще изменилась, поэтому есть еще остаточное ощущение, что если война не закончится, надо думать, ну, не закончится безусловным выигрышем Украины, надо думать, как мы будем там опять что-то, ну, как бы конфигурацию какую-то выстраивать. Так вот, смотрите, зафиксируй. Нету ни одной конфигурации, при которой Россия не проигрывает. Потому что любая конфигурация, при которой Россия не проигрывает, означает следующее. Обрушение концепции международного права, обрушение концепции договора о нераспространении ядерного оружия, обрушение концепции неотвратимости наказания за военные преступления, обрушение концепции наличия всех конвенций, включая Женевские и так далее. Обрушение традиционной свободы в Европе, потому что Россия сразу же, молниеносно, даже не внося коррективы в свое поведение, начнет жестко прессовать европейский континент, пытаясь получить на плечах непроигранной войны, так сказать, попытается получить право доминировать в Европе информационно, опять же, дипломатически, опять же, экономически, коррупционно главное, да, и так далее. Россия будет применять все инструменты для достижения этой цели. И здесь, еще раз подчеркиваю, я не совсем понимаю, что такое гарантия безопасности, когда Россия не платит по счетам после масштабного количества военных преступлений. То есть, а что должны будут вам дать гарантии безопасности? Россия покажет, если не проиграет войну и не будет отнести ответственность, Россия покажет, что, в принципе, не так страшно какие-то гарантии безопасности. Главное — найти формулу нападения на ту или иную страну, запугав при этом партнеров той или иной страны. И, соответственно, у нее всегда будут эти аргументы, которые она и сегодня периодически достает из кармана и говорит, смотрите, у нас ядерное оружие, смотрите, у нас ЗС под контролем, смотрите, мы Каховку вам взорвали, смотрите, мы крылатыми ракетами в центры городов стреляем, смотрите, мы отрезаем головы военнопленным, смотрите, мы детей в затылок убываем, мы 100 тысяч детей депортировали под большую программу создания армии манкуртов через небольшой промежуток времени и так далее и тому подобное. То есть у нас нет ни одного варианта неправильно закончить войну, если мы хотим сохранить и Украину, и Европу в целом. И главное здесь, что если все это заканчивается справедливо и правильно, никаких вопросов к Украине, почему она не должна быть членом НАТО, немедленно не будет. Поэтому сегодня мы можем с вами дискутировать как угодно, а завтра это будет решено по естественным причинам. Михаил Михайлович, спасибо большое. Спасибо, что разъяснили, спасибо за дополнительную информацию, полученную из ваших уст, из первоисточников в том числе. Михаил Подоляк, советник главы офиса президента, был с нами на прямой связи.